Станислав Говорухин. Мы помним. Гибель водоемов. Проблемы мирового масштаба. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Виктория Бояренцева. 29 марта в Институте управления экономики и финансов Казанского Федерального Университета прошла встреча участников и организаторов регионального этапа чемпионата профессионалы Республики Татарстан 2023 по компетенции финансы заместителем министра экономики Динаром Шакировым. Чемпионат профессионалы – это уникальная площадка для тех, кто делает первые шаги в выборе будущей профессии. Заместитель министра отметил, что они договорились совместно с Министерством экономики и университетом подготовить план мероприятий. В том числе планируется обширная практика, к примеру, выезды на предприятия реальных секторов экономики. И в пятницу, 31 марта, у нас будут определены победители, которые в дальнейшем уже будут представлять республику на уровне Приворско-федерального округа на выездных мероприятиях чемпионата профессионалов. 29 марта открыли мемориальную доску кинорежиссеру и народному артисту России Станиславу Говорухину. Все подробности в сюжете Дианы Калимулиной. 29 марта состоялось открытие мемориальной доски кинорежиссеру, народному артисту России Станиславу Говорухину. Доска появилась на здании Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Увековечность память о легенде кинорежиссера предложил ученый совет ВУЗа при поддержке Министерства культуры Татарстана. Среди участников мероприятия были студенты и сотрудники университета, журналисты, а также представители министерств и ведомств республики. Это был сложный человек. Он такой большой, что он вмещал в себя все. Умение быть потрясающим другом, умение любить, умение ненавидеть. Я очень рад, что сегодня мы это сделали. И мы выполнили док по отношению к человеку с большой буквы, к великому патриоту России, потому что он действительно любил Россию, нашу страну. И Татарстан для него это уголок России был. Будущий народный артист России учился на геологическом факультете Казанского университета с 1953 года. Успешно окончив Казанский государственный университет, Станислав Говорухин один год работал геологом. Но поняв, что это не его призвание, ушел работать на казанскую студию телевидения. Сначала редактором, а затем ассистентом-режиссером. Спустя несколько лет он переехал в Москву, где поступил на режиссерский факультет. Все эти пять лет провел в самодеятельности, работая в многотиражке университетской. Мне было это интересно. И когда я оглянуться не успел, уже диплом смотрю. Ну и кое-как защитил. И тут только начав работать, уже понял, что это не мое. Он открыл для нас Высоцкого на большом экране, показал все это. А мы его так любили. И, естественно, Станислав Сергеевич тоже наш человек совершенно. Хотя артист и уроженец Пермского края, казанцы вполне могут назвать его своим земляком. Так как в свои юные годы он учился и проживал в столице Татарстана. Диана Калимулина, Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов. Универ Ньюс. 150 студентов получили возможность почувствовать себя представителями разных стран в составе комитетов Организации Объединенных Наций. Подробнее расскажет наш корреспондент Анастасия Уткина. Казанская модель ООН, инициированная нашим университетом при поддержке Ассоциации Содействия ООН и МГИМО, будут расширяться и как по числу участников, так и по проблематике, ставящейся на повестку дня. Я завершаю свое выступление. Хочу пожелать нашим дорогим участникам модели ООН успехов. Еще раз поблагодарить наставников и наших уважаемых гостей за неизменную поддержку наших инициатив и мероприятий. Удачи. Спасибо. 29 марта в Императорском зале Казанского Федерального Университета состоялось торжественное открытие Казанской модели ООН. Уже шестой год подряд Институт Международных Отношений выступает организатором этого мероприятия и дает возможность студентам из разных стран поучаствовать в дебатах, отстаивая интересы своего государства. Сейчас, конечно, очень большой интерес к международной политике и к повестке ООН. И, конечно, если брать годы основания ООН, и сейчас повестка ООН очень широкая. Вопросы от экологии, продовольственной безопасности, вопросов миграции, прав человека. Сейчас в ООН есть отдельный институт Уполномоченного по правам молодежи. И среди задач Уполномоченного очень много вопросов, касаемых интеграции, вовлечения молодежи на разных уровнях. Также это мероприятие не остается без внимания реальных политических деятелей. Ежегодно его посещают консулы суверенных государств. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья и гости мероприятия. Пользуясь сегодняшней возможностью, хотел бы сообщить вам, что 22-24 марта текущего года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходила вводная конференция. На ней всеми странами-членами и специализированными учреждениями ООН с участием авторитетных спикеров рассматривались вопросы объединения мира на пути к цели устойчивого развития до 2030 года через сохранение водных ресурсов, значения морей и океанов, благополучия нашей планеты и глобальной инициативы в этом направлении. Казанская модель ООН – это совокупность тролевой игры и научной международной конференции. Главная цель мероприятия – воссоздать работу шести комитетов, работающих на трех языках, которые на самом деле входят в состав ООН. На открытии модели с приветственным словом выступил ведущий эксперт Российской ассоциации содействия ООН, руководитель проектов Московского государственного института международных отношений Фарида Гафарова. За шесть лет мы старались приглашать сюда не только опытных дипломатов в качестве спикеров, но и состоявшихся экспертов в сфере ведения переговоров по публичным выступлениям, ораторскому мастерству. И, конечно, мы привлекали опытных делегатов и опытных организаторов модели ООН МГИМО-университета. Мы считаем, что эта практика полезна обеим сторонам с точки зрения обмена опытом и с точки зрения применения различных практик и традиций. По итогам четырех дней студентам предстоит подписать резолюцию, которая станет компромиссом для всех шести комитетов. Это поможет участникам обрести опыт ведения переговоров и дискуссий. А проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев подчеркнул, что это отличная возможность для старта в политической карьере. Анастасия Уткина, Александр Кузнецов, Универньюз. Почему гибнет главный источник жизни на нашей планете? Вода покрывает 70% поверхности земли, но реки и озера исчезают с географических карт. Кто обеспечивает безопасность водоемов и как обстоят дела с главным жизненным ресурсом сегодня? Расскажем далее в сюжете. Вертелевка. У этой малой реки большая проблема. На сегодняшний день она замусорена спильными деревьями, а к 2024 году может и вовсе исчезнуть с лица земли. Наступление весны – традиционный период обнаружения проблем на водоемах. О тяжелой судьбе реки Вертелевки, которая находится в поселке Константиновка, поговаривали уже давно. Однако вопрос ребром был поставлен совсем недавно. 27 марта в Казани на деловом понедельнике начальник управления гражданской защиты Фердинанд Тимур Ханов выразил обеспокоенность по поводу текучего водоема. Несмотря на предпринятые противоположные меры, пока еще не решен вопрос населенного пункта Константиновка в районе строительства рынка. Река Вертелевка завалена спильными деревьями. Руслан Михайлович, мы просим дать соответствующие поручения, иначе на следующий год реку Вертелевка исчезнет из карты города Казани. По словам специалистов, малые реки и ручьи находятся в рискованном положении. Почти все притоки реки Казанки в черте города высыхают. Климат, мусор и порубочные остатки в виде веток и деревьев препятствуют течению воды Вертелевка. Это небольшой приток, который подпитывается тоже от ключей со стороны, в районе поселка Константиновка, со стороны, значит, ключей, это идут со стороны Белянкинского леса, который сейчас там где-то местами застраивается. И его, так сказать, ключевое питание, оно очень небольшое. А роль у него такая важная достаточно. Видите, он приток притока реки Казанки, а река Казанка – приток Волги. То есть он, получается, приток третьего порядка у нас. Пресс-служба администрации советского района Казани, в свою очередь, заявила, что никакой угрозы исчезновения реки Вертелевки нет. В настоящее время в ее русле проводятся плановые работы по обрезке деревьев из-за многочисленных обращений от жителей поселка Константиновка. После выполнения все лишнее своевременно вывозится, а реки очищаются от мусора. Чтобы сохранить вот такие небольшие малые речки, небольшие ручьи, в условиях города нужно в первую очередь создавать им хорошую зеленую зону. Не застраивать их там ни до уреза, ни заваливать деревьями, ни заваливать мусором и грязью. Только тогда мы можем их сохранить. На сегодняшний день в советском районе протекает порядка 42 километров рек. Все они обследованы. Ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды для оперативного реагирования на возможный поводок. Казанский федеральный университет пропитан историей. Архитектура зданий выглядит антично и образцово. Но многие не осознают, какое прошлое может нести в себе институт. Более подробно далее в сюжете. Любой, кто приезжает в столицу Татарстана, не может пройти мимо зданий КФУ. Одни выглядят торжественно, другие величественно. Но мало кто знает, какую историю на самом деле несет себе каждая постройка. Исторически это была усадьба. По сегодняшним данным известно, что она уже существовала в начале 19 века. Возможно, в основе части зданий есть участки стен 18 века. Это была усадьба с большим торговым двором. На месте нынешнего института располагалась усадьба Кабатовых. В ней жили помещики. И, как свидетельствуют архивы, семья. Причем очень дружная. Интересной деталью является то, что на заднем дворе они имели большие торговые ряды. Здание развивалось и меняло свое назначение. Так, во время Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь, который работал в течение последующих нескольких лет. И в здании в свое время, точно сейчас сложно сказать, что было в советское время, подо что здание было приспособлено. Но, вероятнее всего, уже под учебный корпус. А во время Великой Отечественной войны здание было приспособлено под госпиталь. Пару лет назад появился сам институт дизайна и пространственных искусств. Директором там стала Карина Биулина. Она призналась, что на момент открытия в здании были некоторые проблемы. И здание у нас было немножко подуставшее, так скажем. У нас были многочисленные протечки, у нас даже были мышки в здании. И это было не очень мило, скорее, немного грустно. Но уже через несколько месяцев были ликвидированы большинство неполадок. Сейчас там до сих пор идут ремонтные работы и усовершенствование здания. В перспективе планируется восстановление объектов и реставрация фасадов, декора и лепнины. Лилия Шихудинова, Карина Саяхова, Фарид Захет Аглы, Универ Ньюз. На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»